Всем привет! Меня зовут Оля. Спасибо, что заглянули на мой канал, а также спасибо тем, кто на него вернулся снова. Сегодня у нас видео о покупочках сайта iHerb, поэтому очень надеюсь, что видео будет вам интересно. Оставайтесь вместе со мной! Как вы могли заметить, у меня здесь немножко торчит такая большая коробка. Это мой последний заказ с этого сайта, достаточно такая тяжелая. Если честно, смотрю на это все, не понимаю, как оно в эту коробку вообще вместилось. Давайте теперь по порядку будем рассматривать все продукты. Давайте, наверное, начну с того, что я купила вот такую вот сыворотку с витамином С. От этой же фирмы Advanced Clinicals у меня уже есть ретинол. Я про него рассказывала в своем видео о вечернем зиме уходе. Я ссылочку оставлю обязательно здесь. Если вам интересно, переходите, посмотрите. И решила попробовать также этот витамин С. Тем, кто подписан на меня в Инстаграм, видели, что во время распаковки у меня было две таких вот коробочки. Одну я уже отдала своей маме, она ей пользуется, а другая находится у меня. Я ей пользуюсь уже на протяжении, наверное, недель-двух. Здесь в составе есть сок алоэ, есть фирулевая кислота, есть также гликолевая кислота, молочная кислота и также вот витамин С. Все в таких достаточно больших концентрациях. Так что здесь не только витамин С, но также есть в составе и кислоты. Для тех, кто не знаком с витамином С, это такой компонент, который борется со свободными радикалами, что помогает предотвращать появление новых морщинок. Также он выравнивает цвет кожи, выравнивает текстуру кожи, делает ее более ровной. Обязательно, кстати, храню вот в этой упаковочке для того, чтобы свет на всякий случай в него не попадал. Вот таким вот образом выглядит баночка. Вообще баночка такая достаточно увесистая. Мне нравится очень, что у этой фирмы достаточно такая увесистая, в принципе, баночки. Имеет такую жидкую достаточно текстуру. Пару капель хватает для того, чтобы распределить по всему лицу. И когда наношу на лицо, особенно первые разы, я чувствовала такое легкое-легкое. Не то что как покалывание, пощипывание, но что-то вот похожее на эти ощущения. Ты сразу понимаешь, что данный продукт на твоем лице работает. По истечении, наверное, минут-двух, после того, как он впитался в свою кожу, кожа как-то немножечко как будто подтягивается, поднатягивается. Я обычно его наношу на тоник и хожу где-то минуток 10-15. А потом уже наношу крем, даю данному продукту поработать на моем лице. Также многие уходовые продукты мы дублируем с мамой вместе. Я вот такую вот сыворотку завезла ей с витамином С, я завезла сыворотку с ретинолом. И я завезла ей свой гликолевый пилинг. Через месяц приехала, и вот был очень заметен результат витамином С. Она еще, по-моему, не начала на тот момент пользоваться. Я думаю, что с витамином С будет еще все намного лучше. Но такие вот глубокие морщины стали... И такие глубокие, они действительно разгладились. Мне вот как человеку, который я не видел целый месяц, мне было очень заметно. Очень такая красивая, сияющая кожа. Неплохой, особенно за свои деньги. Здесь шикарный объем, и буду еще такой заказывать своей подруге. Она тоже мне попросила. Давайте сначала, наверное, с таких более косметических, уходовых средств. Здесь вот у меня такой лосьон для тела с кокосовым маслом от Palmers. Пользуюсь им уже тоже, наверное, недели две. Хотя нет, немножко меньше пользуюсь, потому что у меня еще было масло для тела. И, если честно, им приятнее пользоваться, чем маслом для тела. Масло достаточно так долго впитывается. Этот лосьон такой достаточно густой, но очень приятно, хорошо распределяется по коже. За счет того, что в составе нету минерального масла. А я вообще минеральные масла в последнее время очень чувствую во многих средствах. Мне очень не нравится. А вот сейчас вот тоже наношу, и прям так гладенько была, гладенько. Достаточно быстро впитывается, и кожа действительно такая напитанная, но при этом нет никакой жирной пленки. У меня очень сухая кожа на теле, и вот это средство мне очень хорошо подошло. Здесь вот в составе тоже, кроме кокосового масла, здесь кокосовое масло где-то посередине в составе. Здесь большое количество масла. Есть экстракт тоже кокоса, есть соевое масло, также есть, по-моему, сок алоэ. То есть здесь состав вообще шикарный, за эти деньги оно обалденное. И, кстати, когда была в Польше на шопинге, я видела, что оно там в обычных магазинах продается. Если вы в Польше живете, вам не обязательно его заказывать за Эхиор. И такой легкий-легкий аромат кокоса. Я когда его только открыла, думала, что будет очень навязчиво, неприятно, но сейчас понимаю, что очень такой приятный легкий запах. Он на теле практически не держится, поэтому не раздражает. И даже если у вас какой-то такой нос очень чувствительный, я думаю, что запах достаточно быстро выветрится, вам не будет он мешать. Также я купила, наконец-то, себе вот этот вот Treatment Essence от Миша. Кстати, я его же здесь скрыла. Да, я его вскрывала же в Инстаграм, когда распаковывала. У меня был пробничек данного продукта, поэтому я решила купить полноразмер. Продукт достаточно такой недешевый, цена у него в районе 30 долларов. Единственное, что я его заказала в момент скидки, поэтому цена была поприятнее. Наверное, на 25 долларов он мне где-то обошелся. Здесь вот идет стекло, такая очень удобная здесь помпа. Использую на этапе тоника. Очень круто самостоятельно увлажняет кожу. Если вы вообще хотите не наносить никакие крема, особенно если кожа жирная, вы можете даже обойтись, особенно не в зимний период времени, одним вот этим средством, именно для увлажнения кожи. Оно круто самостоятельно увлажняет кожу. Потому что часто я очень люблю нанести только тоник на свое лицо на ночь. Вот нанести только тоник, а потом наверх нанести автозагар, тогда автозагар именно на верхнем тонике намного лучше работает. Большинство тоников так круто не увлажняют кожу, а благодаря вот этой эссенции кожа круто увлажнена, она на утро не пересушена, но при этом автозагар конкретно на моем лице достаточно хорошо схватывается. Поэтому я еще люблю использовать и в такой ключе, и вообще сейчас этот сезон, когда сильно греет батарея, думаю, что крутая штука, но при этом, когда ее используешь летом, она тоже кожу не перегружает. Здесь очень крутой большой состав, по-моему, более 80 ферментированных экстрактов, большое количество полезных компонентов. Следующее мое приобретение это шампунь от Giovanni, если честно, давно его хотела купить, но как-то его в последнее время не было в наличии. У него, кстати, вот я им сегодня мыла голову, этот шампунь все-таки больше подойдет для жирной кожи, потому что волосы вот ощущаются, они не то, что как высушенные, но достаточно хорошо так вымыты. Хорошо шампунь этот пенится, хорошо вымывает грязь, у него есть такой легкий ментоловый запах, пахнет вот действительно жвачкой, как жвачки дирол мятные пахнут, вот ментол с сахаром. Так пахнет и этот шампунь, когда наносишь на кожу головы, есть легкий-легкий ментоловый эффект, но при этом не сильно, как вот иногда бывает, что действительно как-то сильно щипет, либо раздражает кожу головы, здесь такого нету. Очень приятно им мыть голову, я еще когда использую, обязательно оставляю на 3 минуты на голове, поэтому он когда там работает, учитывая, что здесь достаточно тоже большое количество экстрактов, масел в составе, также есть сок алоэ, мягкие очистители бессульфатные, но при этом хорошо промывает голову, для сухих волос все-таки не советую, я думаю, что будет подсушивать немножко волосы, хотя у меня волосы на концах сухие, я их вот этой тоже масочкой отживания увлажнила, и мне эффект очень нравится. Волосы такие легкие, но при этом они не электризуются, не пушатся, и легкий объем есть, особенно если высушить волосы с феном, тогда вообще такой объем-объем. У меня сегодня как раз вот пришлось волосы феном сушить, и волосы такие объемные, красивые, классные. Дальше тоже в тему красоты у меня здесь витаминки, давайте, наверное, начнем с того, какие витамины заказала я себе, это витамины от 21 Century, по-моему, здесь, кстати, все, да, все витаминки, что я заказала от одной идут фирмы, они достаточно бюджетные, при этом здесь идет очень такой крутой сбалансированный состав, я одну заказала себе, одну заказала своей родственнице, вот эти я заказала своей маме, вот эти витаминки, они идут для женщин, которые старше 50, вот в этих витаминах состав немножко короче, наверное, какую-нибудь одну пятую, здесь состав короче, но тоже состав схожий, здесь витамин А, С, Д3, Е, К, потом я видела фолиевую кислоту, витамин В12, биотин, цинк, ну и вообще много-много всего. Я пью их на протяжении вот тоже, наверное, недели-двух, как пришла посылка, а может даже и дольше, может уже недели три пью. То, что я заметила на данный момент, что у меня стали немного меньше выпадать волосы, я, конечно, до этого пила биотин, по-моему, такой же эффект, как и просто пить биотин, я уже думаю, что биотин отдельно я покупать больше не буду, и я стала чувствовать себя намного бодрее, чувствую, что у меня как-то стало больше сил, больше энергии, я стала больше успевать, мне это тоже очень нравится, еще у меня были очень ломкие ногти до того, как я начала пить эти витамины, у меня просто они крошились. На данный момент вот я вижу, что уже начали как-то отрастать. Единственное, что здесь такая достаточно большая сама таблеточка, как можете видеть, кто-то пишет, что им тяжело их глотать, не знаю, мне нормально. И суть об опанке, здесь явно витамины будут еще и побольше размером, но для меня это совсем не проблема, зато одну витаминку взял и на целый день действительно хватает. Это идут капельку-капельку дороже, но цена у обоих очень-очень приятная, в зависимости от своего возраста, присмотритесь. Дальше я купила вот такую вот приправу, это копченая паприка, очень-очень давно ее хотела купить, но как-то каждый раз, когда делала заказ на херп, ее почему-то не было в наличии, по-моему, сейчас я смотрела, ее тоже не было в наличии, вот перед тем, как в видео готовится, запах, конечно, просто шикарничает, я вот сейчас нюхаю и просто, не знаю, слюна выделяется. Очень мне нравится, единственный ее минус в том, что данная паприка, если ты с ней готовишь что-то, то очень быстро выдыхается аромат, поэтому если вы хотите именно чувствовать вот этот аромат копченой паприки, нужно на блюдо добавлять либо в конце готовки, либо после того, как вы приготовили, а я именно так делаю, я там приготовила рыбу, потом сверху посыпала, она такая достаточно мелкая, поэтому нету такого вот ощущения, как иногда бывает, ты забудешь добавить приправу, когда что-то готовишь, либо соль, посолишь сверху блюдо, и уже невкусно, ты как-то чувствуешь, что блюдо им не пропитало, здесь такого нету, оно как-то смешивается вот с самими продуктами, очень вкусно, я сейчас что не ем, все время посыпаю, ем суп, суп посыпаю, вот если суп с курицей сварить, с куриным бульоном и добавить вот эту вот паприку, получается такой аромат, как будто вы сделали такой суп с колбасками, я раньше такой часто делала, и многие блюда стали более разнообразны, очень еще мне нравится добавлять скумбрию, получается такая со вкусом копченой скумбрия, но действительно надо добавлять, как я говорю, на готовый продукт, либо его очень-очень много нужно сыпать, сама паприка эта не острая, что мне очень нравится тоже, потому что я острый продукт вообще не переношу, еще здесь очень удобная такая вот упаковка, то, что здесь сразу идет дозатор, удобно ее насыпать, и крутая баночка, которая может потом, если что, останется, и последняя моя покупка, это протеин, при том, сейчас я залезала на iHerb, вязала, что на него скидка, я его заказывала дороже немножечко, чем он стоит сейчас, когда я заказывала, я не думала, что придет настолько большая упаковка за такую цену, это очень приятно, я вообще заказывала для своего брата, это будет как дополнение к подарку на его день рождения, вот сложу, думаю, что он будет доволен, взяла с ароматом шоколада, но, если честно, я вообще не смотрела на вкусы, я не обратила внимания, что там вообще какие-то вкусы есть, про данный вкус написано, что для тех, кто привык к таким вот протеинам более химическим, тем, которые продаются у нас, он может не понравиться по вкусу, а вообще имеет такой легкий-легкий аромат шоколада, не химозный, не навязчивый, также кто-то писал в комментариях, что здесь идет ярко выраженный вкус стевии, идет отличный состав, наличие пребиотиков является тоже большим плюсом, вообще сам состав, вот он у нас, его, если что, можно посмотреть на самом сайте немножечко поближе, вы можете перейти по ссылке, там в графе подробнее, если кто-то не знает, на сегодня это все мои покупочки с iHerb, сейчас вот как раз сидела, снимала видео данного макияжа, который сейчас на мне, с моей палеточкой от Smashbox, который я показывала в видео о покупках черной пятницы, если что, я ссылочку на видео оставлю здесь, это видео с макияжем выйдет после этого, там, дня через три, поэтому, если вам интересен данный макияж, тоже заходите на мой канал, подписывайтесь, поддержите меня пальчиком вверх, и увидимся в моих новых видео, всем до скорой встречи, всем пока!